Сегодня стало известно, что основные акционеры MVideo продают принадлежащие им 57,7% акций ритейлера. Покупателем выступает финансовая группа Sofmar Михаила Гуцарева, и этот актив оценен в 7 долларов за одну акцию. Соответственно, продавцы могут получить в результате сделки 727 миллионов долларов. Ну и отметим, что финансовая группа Sofmar в декабре уже приобрела сеть Eldorado. Соответственно, в руках семьи Гуцарева уже оказываются 3 актива из ритейл-сектора, из продавцов бытовой техники. Это Eldorado, MVideo и TecnoSilla. Если мы посмотрим суммарно, то доля этих компаний на российском рынке бытовой техники составляет более 25%, а в отдельных регионах еще выше. Соответственно, не исключено, что у федеральной антимонопольной службы возникнут определенные претензии, и сделку придется немножко по-другому структурировать. Но это все детали. В ближайшее время, возможно, будет выселена оферта миноритариям по выкупу акций MVideo. Соответственно, сегодня акции MVideo смотрятся уверенно. Они растут на 10%. Ну и отметим, что в целом, на наш взгляд, сейчас неплохое время для подобной сделки. Дело в том, что в последние два года розничные продажи в России снижались. В частности, продажи бытовой техники упали на 20-40%. Ну, в зависимости от вида бытовой техники. Это было наиболее негативно для небольших игроков. А большие игроки, такие как Eldorado и MVideo, наоборот, могли использовать это себе на благо, с возможностью нарастить свою долю на рынке. И вот сейчас российская экономика демонстрирует определенные признаки восстановления. Не исключено, что в следующем году будут признаки роста и со стороны потребительского спроса. Соответственно, от этого выигрыша будут и продавцы бытовой техники. И, возможно, в ближайшие годы финансовые и операционные результаты возрастут. И, соответственно, цена, которую сейчас платит Гуцериев, будет выглядеть неплохой, а объединенный актив будет оценен дороже. Отметим, что в целом на российском рынке бытовой техники продолжаются сделки слияния и поглощения. Наиболее активны они были в 2010-2011 годах, когда Вимбельдан был куплен Пепсико, Кока-Кола купила Нидан Соки, а Юниливер присоединил концерн Калина. В целом, в последние годы российский потребительский сектор продолжает оставаться интересным для сделок МНТА. В частности, в ритейл-секторе активно растут торговые сети Магнит и X5 Retail. И растут они не только за счет открытия новых магазинов, но и за счет присоединения небольших региональных сетей. Исходя из этого, мы не исключаем, что в ближайшие годы пройдут аналогичные сделки и рекомендуем присмотреться к отдельным акциям потребительского сектора. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова